Катя, я очень рад тебя видеть. Я правда сначала глазам не поверил, честное слово. Я тоже. Столько лет не виделись, а встретились в больничном дворе. Странно. У меня тут отец с инсультом лежит. Я таким образом ему помогаю, играю любимые произведения. Слушай, в палате почему ты не разрешил? Мама умерла несколько лет назад. Мой брат, отец с тех пор жил один. Я его столько раз звал перебраться к себе. Ну, помнишь отца? Конечно. Его вся консерватория любила. Да, ну, в общем, когда все случилось, мне позвонила домработница, я отменил все гастроли, и вот я здесь. Сколько лет мы не виделись? Семь? Восемь. Восемь. А что? Сильно изменилась? Вообще не изменилась. Рассказывай, как ты живешь? Семья, дети, кем ты троллишься? Что ты делаешь в больнице? Да. Очень много вопросов. А? Я недавно мужа похоронила. Мне очень жаль, прости, я не знал. Андрей на машине разбился. Травма несовместима с жизнью. А детей у нас не было. А он у тебя был кто? Кто-то из наших? Музыкант? Нет. Программист. Интересно, как вас таких разных свела жизнь? Угу. Случай. Шел дождь. Я стояла у дороги, ловила такси. Подъехал он. А через два месяца мы поженились. А ты как? Женат? Нет. А что так? Весь в работе? Да, я знаю. Ты многого достиг. Мировая известность. А. Ну, что говорить. Молодец. Торопишься? Разреши, я тебя подвезу. У меня тут машина рядом. Нет, Игорь, спасибо. Я пройдусь. Мне недалеко. Я учительницей работаю в музыкальной школе. Пианистки из меня не вышло. Мне всем же концертку давать. Но я горжусь своими учениками. Да? Слушай, точно. Мне пора, Игорь. Рада была тебя видеть. Прости. Все-таки что ты делала в больнице? Навещала подругу. Мы еще увидимся. Завтра буду в больнице. Около одиннадцати. Пока, Игорь. Пока. Очень прошу помощи неравнодушных людей. Максимальный репост. Моей подруге Инне Кравченко срочно нужны деньги на операцию в Германии. Согласие к клинике есть. Не хватает. Около сорока тысяч долларов. Номер карты. Ин, не разбудила? Мне нужно знать номер твоей банковской карты. Нет, не успокоилась. Нужно использовать все, что в наших силах. Скинь мне, пожалуйста, номер эсэмэской. Жду. Что? Маша... Хорошо. Ее укладывает Тамара Михайловна. Давай, жду. Ты даже себе не представляешь, как Машеньке понравилось на танцах. Вот я сразу поняла, это ее. И вообще для девочки очень важна хорошая фигура, осанка. Ты меня слушаешь? Да. Хорошая осанка. Конечно. А что ты делаешь? Да вот, и не пытаюсь денег еще достать. Не хватает. Вдруг люди помогут. У людей сейчас своих проблем и забот столько, что вряд ли кто-то откликнется. А ты хорошая подруга. Я за всю жизнь таких не нажила. Не случилось. Спать пойду. Да. Завтра я сама Машеньку в школу отведу. Хочу с учительницей поговорить. Мне кажется, программа первого класса очень насыщена. Маша устает. И потом проблемы со зрением. Вы собираетесь менять программу первого класса? Ну почему сразу менять? Откорректировать? Да. Доброе утро. Привыкла уже к своему транспорту? Привыкла, Борис Петрович. Осваиваю разворот. Это хорошо. А вообще, как самочувствие? Нормально. Я вот что подумал, Инна. А не выписать ли тебя домой? Массаж можно и дома делать, и упражнения, ты помнишь. Ну пока с операциями все ясно. Дома побудешь с дочкой. Справишься? Должна. Ну я уверен, Екатерина вам поможет. Не часто встретишь такую верную подругу? Да. Верно. Так я готовлю выпуску? Страшно, доктор. Так, а ну посмотри на меня, детка. Отставить слезы. И жить. Всем назло, всем наперекор. Жить и радоваться каждому дню. Поняла? Поняла. Вот так. Привет. А куда это ты собралась? Привет. Домой. Что значит домой? Как это? Что мне здесь навечно поселиться? Ты будешь платить за палату, а я валяться и плевать в потолок? Нет уж. Я и так уже изучила все его трещины. Хватит. Остави еще в покое. Я сейчас пойду к твоему врачу и разберусь. Не надо, Кать. Борис Петрович сам предложил меня выписать. Они помогут мне добраться до квартиры. Там я уже сама с Машкой. Ну не знаю. Зато я знаю. Операция будет, не будет, это все елами по воде. Надо как-то существовать дальше. Придумаю себе какое-нибудь занятие. Не знаю, может вязать научусь. Или учеников на дом возьму. Хотя кто захочет водить своего ребенка к учителю инвалиду? Не говори глупости. Это не глупости. Это реальность, к которой я должна привыкать. Как твой скрипач? Да никак. Вы пили кофе и разбежались. Вряд ли я когда-нибудь еще его увижу. Тсс. Слышишь? Опять играет. Кать. А вывеси меня на улицу. А тебе можно? Борис Петрович сказал радоваться каждому дню. Хочу радоваться. Поехали. Обе верно. Тихо. Маленький. Маленький. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Интересный мужчина. Ин, прекрати. Или женат или от баб от было нет. Одной из двух. Добрый день. Привет. Знакомься, это Инна. Игорь Смелянский. Очень приятно. И мне. Надеюсь, вы скоро поправитесь. Ага, спасибо. А как твой отец сегодня? Спасибо лучше. Врачи говорят, появилась динамика небольшая, но есть и это обнадёживает. Я всю ночь пытался её найти в соцсетях, и только под утро понял, что ты же больше не Ружанская. Какая у тебя фамилия? Смолина. Вот вы где. А я в палату зашёл. Смотрю, никого нет. Сбежала? Меня всё равно к вечеру выпишут. Будете ли цветы носить другой? Да, Борис Петрович сказал, что принял такое решение. Скажите на выход, не будете возражать, если я помогу вам добраться домой? Я даже не возражаю, если вы меня здесь покатаете. Было приятно посохнуться. Заимно. А что с ней? Впоследствии ДТП. Травма позвоночная. Ну, да. Такая молодая, красивая. Жаль. Какие прогнозы? Сегодня уже выписывают. Как раз иду помогать. Значит, завтра я тебя здесь не увижу. Может, оставишь мне свой номер? Зачем? Знаешь, Игорь, я пойду. Твоему отцу скорейшего выздоровления. Спасибо. Пока. Куда? Бросай меня здесь. Пусти на диван. Я тяжёлая. Я пойду. Кресло принесу. Угу. Хороший парень. Нечета твоему Трубецкому. Ты что, его видела? Имела такое удовольствие. Денег на операцию для тебя просила. Не дал. Кать, зачем? Зачем нужно было унижаться? Как говорит моя умная свекровь, проблемы сами не решаются. Ну, кто-то должен их решать? Кстати, я её ни о чём не просила, но... Тамара Михайловна отдала для тебя всё, что у неё было. Почти десять тысяч. Почти десять тысяч. Господи, какой ужас. Я готова сквозь землю провалиться, если бы она только знала. Но мы же с тобой договаривались. Да. Прости. Спасибо, Павел. Ну, я пойду. Инка, вам можно будет заходить? А, ну тебе надо? Надо. До встречи. Да, будто сто лет здесь не была. Привези мне Машку. Хорошо. А хочешь, я к тебе перееду на время? Ну, пока ты не привыкнешь. Не надо, Кать. Спасибо. Ты и так для меня сделала невозможное. Я бы так не смогла. Ты, главное, держи равновесие. И ноги в коленках согни. Молодец. Хорошо. Внимательно. Аккуратно. Равновесие. Слушай, у тебя получается осторожно. Да. Тетя Катя, мне бабушка ролики купила. Вот как могу. Машенька, осторожно. Ты не ударилась. Ну, что ж ты так невнимательна? Это же опасно. Ой, как хорошо, что ты пришла. Успеешь до закрытия в детский мир сбегать. Сменный костюм спортивный Маше нужно купить. Этот она запачкала, а завтра физкультура. Маша завтра в школу не пойдет. Чего это вдруг? Завтра после урока в экскурсии в краеведческий музей. Я посоветовала детям полезно. Инна уже дома и просила Машу привезти к ней. Насовсем? А я? Тамара Михайловна. Маша ее дочь. Она ей не нужна? Она не сможет смотреть за девочкой. А танцы. Кто сможет, подеть Машу на танцы. Не отдам. Тамара Михайловна, милая. Вы же понимаете, что это невозможно. Рано или поздно Инна все равно бы забрала бы дочь. Бабушка, ты что, плачешь? Тебе больно? Пойдем, Тамара, пошли. Я тебе капельки накапаю. Идем. Иди найди бабушку, нужно попрощаться. Давай. А бабушки нигде нет. Я везде смотрела. Странно. Тамара Михайловна! Ну ладно. Пойдем. Ну. У нас такси уже ждет. Давай в машину, походи. Так. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Закрыто? О, отлично. Давай я помогу. Машенька, солнышко мое, я так по тебе скучала. Я тоже, мамочка. У тебя уже ничего не болели? Только ножки не ходят. Разучились. Почему? Дай руку, я тебе помогу. Вставай. Маша Улечка, маме правда сейчас нельзя вставать. Но ты действительно должна маме помогать. Принести то, что мама просит или убрать. Ты же уже большая девочка, правда? Ну все, давай. Вики к себе в комнату. Так, я вам тут продукты купила, приготовлю еды на пару дней. Кать. А что со школой? Я уже договорилась с развозкой. Будут забирать, привозить. Катюш, мы справимся. Спасибо тебе. А знаешь что? Позвони Тамаре Михайловне. Поблагодари ее. Она так к Маше привязалась. Переживает. Да, конечно. Ну конечно я позвоню. Хорошо. Все. Добрый вечер. Все нормально? Куда это вы утром исчезли? Чем вы занимались? А чем мне теперь заниматься? Я совершенно одна. Что мне делать? Для кого стараться? Никому я больше не нужна. Никому. Ну зачем вы так? А как прикажешь? Ты забрала у меня сына, а теперь вот отняла девочку. Что значит отняла? Маша не игрушка. Вот именно. Она живая. И я живая. К твоему сведению пока. Правда мне недолго осталось. Тяжело все это. Не выносило. А мне легко? Да я с ног падаю. Работа. Больница. Дом. Ученики. Я Инны взяла, чтобы хоть какую-то зарплату ей платили. Я с ног сбилась, чтобы ей достать деньги на операцию. Я устала. Устала быть сильной. Кто меня пожалеет? Устала. Чего тебе собака? Есть хочешь. Какой ты красивый. Породистый, наверное. Ты что, потерялся? Тебе тоже тяжело? Ладно. Пойдем со мной. Если нас выгонят, то уйдем вдвоем. Хорошо. Пойдем. Что это? Собака. Ну, у нее, наверное, и блохи. Она есть хочет. Пойдем. Пойдем. Ты прости меня, Катя. Не сдержалась. И вы меня. Если хочешь, давай продадим квартиру. Будешь жить одна. Я понимаю, тебе надо устраивать свою жизнь. Ты еще молодая. Если бы я знала, что так случится, я бы ни за что не просила тебя и Андрея съехаться со мной. Тамара Михайловна, если вам тяжело со мной жить, я могу снять квартиру. Небольшую на окраине, я потяну. А потом посмотрим. Нет. Мой сын любил тебя. Значит, и я должна. Любить и беречь. Ничего не поделаешь. Я буду стараться, Катя. И я. Я. Никак, тыie. Я. Угу. Я. Я. 쳐. Угу. Я. Угу. Я. А вы, вы кто? Привет, я врач. А ты, наверное, дочь Инны. Да, я Маша. Проходите, не шумите. Мама только что уснула. А вы точно врач? Похож? Неа. Все врачи старые, с бородой и в очках. А вы молодой. Так, ну смотри. Те, кто старые, они же тоже когда-то были молодые. Согласна? Хорошо. Если вы врач, можете вылечить мою куклу? У нее глаз запал и не открывается. Ты знаешь, я еще сам пока только учусь, но мы попробуем. Пока же. Я когда вырасту, тоже стану врачом, чтобы вылечить мамины ножки. Это ты очень хорошо придумала. Только мы будем пробовать вылечить маму гораздо раньше. Все. Принимай куклу. Ух ты. Ты правда врач. Ты сомневалась? Хочешь котлету? С умышлевым супом. Давай. Приятного аппетита. Здравствуйте. Меня тут дочь ваша обедом угостила. Я вижу. Ешь, ешь. И давай уже на «ты». Договорились? Договорились. Очень вкусно. Спасибо. Инна, я на самом деле хотел узнать. Катя говорила, что она выставила пост в соцсетях и там номер твоей карточки. Какие-то деньги уже пришли? Да. Пришли. Спасибо людям. Просто это несоразмерно с нужной суммой. На это не стоит надеяться. Ну что, рассказывай. Кто ты? Что ты? Как дошел до такой жизни? Да. Как дошел до такой жизни? Да отстань ты, попрошайка. Сейчас. Последний даю. На. Тамара Михайловна, ездить будете? Нет, я попозже. Катюш, тебе отдохнуть надо. Ты на дачу. Езжай. Там воздух, подышишь. Бледная ты какая-то. А давайте завтра вместе съездим. В воскресенье у меня выходной. Я не хочу. А ты поезжай. Правда, без машины это не то. Но на автобусе за пару часов доедешь. Там только замок заедает. Андрюша все собирался починить. Думала на даче с внуками отдыхать. Теперь кому она нужна? Может продать? И не с Машенькой помочь. Тамара Михайловна, ее ваш муж строил. Это память. Память, Катюша, в душе. Ну что, собака, на улицу пошли. Салатарх. Память. Салатарх. Салатарх. Ешь быстрее. Скоро дядя Паша придет. Он обещал тебя на аттракционы сводить. Забыла? Ура! А ты? А я вас буду дома ждать. Погода хорошая, погуляешь. Потом будем уроки делать. Мамочка, а как стать доброй феей? Ты и так у меня добрая девочка. Нет. Фея умеет делать чудеса. Разве ты не знала? Я хочу, чтобы волшебная палочка починила твои ножки. И мы как раньше вместе гуляли. Принеси маме телефон, пожалуйста. Наверное, дядя Паша пишет, что задерживается. Спасибо, моя золотая. Что? Да, Ин? Мне на карту пришли деньги. 40 тысяч долларов одним платежом. Представляешь? Правда? Это же прекрасно. Я очень рада за тебя. Звони Павлу. Пусть готовят на тебя билеты и документы. Подожди. Ты же не знаешь, от кого перевод? От кого? Смелянский. Игорь Смелянский. Прикинь? Я ничего у него не просила. До областной больницы довезете? Садитесь. Мне все равно по дороге. Игорь Смелянский. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а в сквере мужчина играл на скрипке? Вы его, случайно, сегодня не видели? Сегодня вроде бы не было. Вы что-то хотели? А в этом отделении лежат инсультники. У нас. Кто вас интересует? Смелянский. Петр Константинович. В какой палате? Так выписали его. Сын забрал. Перевел в реабилитационный центр. Правда, в какой не знаю. Да вы не волнуйтесь. Дедушка крепенький. Поправится. Спасибо. Пожалуйста. Я прошу прощения. Вы мне не подскажете? Мне очень нужен профессор Смелянский. Он еще здесь живет или переехал? Куда переехал? Здесь? Только я слышала, он в больнице. То ли инфаркт, то ли инсульт, я точно не могу сказать. А сын его здесь? Вы не знаете? Игорь? Да. Был. Вчера видела. А что? Спасибо. А какой кот на дверях? 48. Спасибо. Пожалуйста. Катя. А как ты здесь? Игорь, мне нужно с тобой поговорить. Проходи. Игорь, я... Я хотела сказать тебе большое спасибо. Я даже не знаю, как благодарить тебя за то, что ты сделал для Инны. Да ничего удивительного. Я же нашел тебя в соцсетях. Увидел там твой пост и... Ну, такая сумма мы отдадим. Не сразу, конечно. Частями. Послушай, ничего не нужно отдавать, Катя. Ну, я довольно обеспеченный человек. Могу себе такое позволить. А потом это просила ты для своей близкой подруги. У меня нет слова, Игорь. Кофе будешь? Да. Пойдем. Ты до сих пор пьешь без сахара? А ты до сих пор это помнишь? А здесь ничего не поменялось. Я взял билет на завтра. У отца уже лучше. У него там прекрасный круглосуточный уход в реабилитационном центре. Надеюсь, его поставить над геом не пора. У меня гастроли по Северной Америке. Еще подготовиться нужно. Чего ты не пьешь? Остынет. Гастроли. Совсем другая жизнь. Когда-то я тебя в эту жизнь звал. 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 Да. Ты не захотела. Иногда мы не принадлежим сами себе. Я не могла оставить маму. Ну, а что говорить, Игорь? Дело прошлое. Спасибо за кофе. Я, наверное, пойду. Кать, я хотел пригласить тебя в ресторан. Я вообще-то на дачу собиралась. Хорошо. Пускай будет дача. Ну, это не такая дача, к которой ты, наверное, привык. Обычный садовый домик на шести сотках. Ну, мне-то все равно пускай будет садовый домик. Там же будешь ты. А я говорю, а я говорю, а ты говоришь, нет, нет, люди откликнутся. Вот, смотри. Чего я стою? Надо билеты брать. Прямо сейчас. Три. Маша с нами едет. Маша школа. Ее не хочется срывать. К тому же неизвестно, сколько это все продлится. С кем она там будет? Слушай, ну, согласен. Катя поможет? Дай мне телефон. Куда она диван грязными лапами? Это еще что такое? Невоспитанная собака. Ладно. Лежи уже. Сериал смотреть будем. Что с тобой поделаешь? Слушаю. Алло, Тамара Михайловна, это Инна. Да, здравствуйте. Сегодня решалась вам позвонить, поблагодарить за деньги и за Машу. Как она? Все хорошо. Вас часто вспоминают. Ты не перегружай ее уроками. И за зрением следи. Да, конечно. Тамара Михайловна, тут такое дело. Мне на операцию нужно ехать. А можно Маша у вас побудет? Да, конечно. Я сейчас приеду. Говори адрес. Нет, нет. Это через неделю где-то. А, через неделю. Хорошо. Я заберу ее, когда скажешь. Спасибо. Ну что, собака? Будет у тебя еще одна хозяйка. Заходи. Ну что, это почти. Пятизвездочный отель. Ну да. Только тут, кажется, ключ заедает. Давай. Какой? Маленький. Угу. Так, это вас не замок, значит, заедает. Ну, решетка заедает. Катя, может быть, мы на террасе посадим? Добрый. Ты один живешь? Один. И, наверное, дом у тебя большой? Не маленький. Кто же тебе помогает, убирает? Специально обученные люди. Вообще, дома бываю редко. Наездами приехал, уехал, то, что называется, жизнь на колесах. А тебя кто-нибудь ждет? Ты имеешь в виду женщину? Сейчас нет. Раньше, да, я даже собирался жениться. И что помешало? Тривиальную историю я застал со своим аккомпануатором. Оба тут же вылетели, с большим треском. Крут. А я дура. Интересно. Почему же ты у нас дура? Знаешь, кто такая Инна? Знаю, что она твоя подруга. Подруга. И любовница моего мужа. Они тогда вместе были в машине. Андрей разбился, а Инна выжила. И ты ей помогаешь? Больше никому. Катя. В жизни каждый человек имеет право на ошибку, за которую расплачиваются. Так уже случилось. Этого не изменишь. Зато я не ошибся. Дождался тебя. Ты завтра уедешь и больше никогда это не поступишь. как-то лица. Поехали со мной. Шутишь? Я не могу, у меня свекровь. Сначала мама, теперь свекровь. Да, и еще Инна, и Маша. В них есть только я. Я, правда, недавно появился хороший парень, врач. Но я не знаю, серьезно ли это. Когда ты начнешь думать о себе? Я как-то не умею. Учиться никогда не поздно. Так хорошо и спокойно. Не хочется вставать. Могло быть хорошим началом. Мне нужно ехать. Как ехать? Ты же пил, нельзя в таком состоянии садиться за руль. Это плохо заканчивается. Я сейчас вызову ванителя. Все будет хорошо. Видишь? Мне очень похотелось. Паша, иди уже домой. Не работай ты, не надо. Черт с ней, выбросим. У тебя уже глаза слепаются. Все хорошо. Я поздно обычно ложусь. И зачем ты со мной возишься, Павел Собильников? Зачем я тебе нужна? Вокруг столько молодых, красивых девушек. А главное, здоровых. А у меня ноги, как колоды деревянные. Так еще и дочка в придачу. Ноги мы вылечим. А если нет? Верить надо. Мне кажется, ты мой человек. Мне хорошо рядом с тобой. Вот именно, что кажется. Тебе сколько лет? Двадцать пять? Мне двадцать девять. И что? Ты меня совсем не знаешь, Паш. Я совершила ужасную подлость. Предала подругу. Теперь жутко раскаиваюсь. Ну, если раскаиваешься, значит, не все потеряно. Философ. Все равно иди домой. Ладно, я завтра приду, как только собачусь. И обязательно добью вот эту лампу. Упрямый. Добрый ночи. Тихо, собака. Не шумись. Тихо, собака. Что такое? Иди сюда. Все равно дальше. Тихо, собака. Тихо, собака. Тихо, собака. Тихо, собака. Тихо, собака. Субтитры сделал DimaTorzok